Дружба на зло санкциям сотрудничества Курска и немецкого города Виттен длится уже более 20 лет. Куряне десятки раз выезжали в Германию. В свою очередь немцы гостили у нас. Взаимные гастроли, совместные социальные проекты, молодежные лагеря. Организация круг друзей Курск-Виттен разрушает языковые барьеры и размывает государственные границы. На этот раз немецкие гости побывали в библиотеке слепых и по традиции встретились с главой городской администрации Николаем Овчаровым. Артисты не видят зрителей, но зрителям виден их талант. Не беда, что немецкие гости не понимают ни слова, ведь творчество интернационально. Библиотека слепых гордится своими фондами и оборудованием, но главная ценность – читатели. Они приходят не только за книгами, они хотят жить и развиваться. А как чувствуют себя незрячие в Виттене? В Виттене очень много организованных групп, в которых люди по своему желанию проводят определенным образом свое свободное время. Также есть группы инвалидов по зрению. Они собираются вместе, совершенствуют свои навыки. В библиотеке есть десятки говорящих книг. Они обрели голос здесь. В этом году заработал проект «Читаем Чехова». Записывают классику на диске. Мы хотим предложить немцам аналогичный проект провести в своем городе с участием наших инвалидов по зрению, потому что в каждом городе есть, конечно, инвалиды по зрению. Есть контакт. Поездки в Виттен – это не туристическая прогулка, это социальная миссия, языковая практика. Помогаем переводам. В каких-то случаях мы помогаем съездить молодым людям, например, в Германию. Так у нас в 2014 году был лагерь «Мальниц». Десять у нас молодых людей получили возможность за символическую сумму денег, денежных средств провести целую неделю в Альпах. Отношения не отравленные политикой. Дружба, которая крепнет на зло санкция. С Виттеном сотрудничают курские школы. В этот визит наладят связь с шестым лицеем. И наш драмтеатр, и театр юного зрителя участвовала. Наша хоровая капелла «Курск» тоже участвовала у них там в период проведения Дня города. Точно так же они к нам сюда приезжают. Сегодня здесь звучит немецкий язык, но вопреки известной цитате. Говорят на нем не с неприятелями, а с друзьями. Сегодня мы здесь для того, чтобы поговорить с курьянами о событиях Второй мировой войны, потому что Европа празднует в этом году 70-летие окончания войны. У нас запланированы совместные мероприятия вместе с жителями города. Мы будем говорить о том, что мы за мир во всем мире. Мы не хотим военных конфликтов.